Всем доброго дня! Как оказалось, армянские ура-патриоты, даже правильнее будет назвать их ара-патриоты, армянизируют не только людей, но и животных. Помните знаменитую историю о Шерлоке Холмсе, которая называлась «Собака Баскервилли». В ней преступник Степплтон взял обычного английского дога, раскормил его, намазал ему морду фосфором, чтобы светилось по ночам, и начал в корыстных целях пугать местных жителей древней легендой о чудовищной собаке. Примерно так же поступили и армянские кинологи. Они взяли хорошо всем известную кавказскую овчарку, которую можно встретить по всему Кавказу и Закавказью, отделили от этой породы всех кавказских овчарок, которые волей судьбы оказались на территории Армении, и объявили на весь мир об исконно армянской собаке под названием Гамбр. Не слишком ли сильно сказано? А еще точнее, отделили ее от анатолийской овчарки или кангала, породы уже давно известной на весь мир, просто-напросто армянизировав ее. Давайте посмотрим на фото кангала и гамбра. Как говорится, найдите 10 отличий. А собака, как вы понимаете, для армянизации существо очень удобное. Человеческого языка не знает, говорить не умеет, и, соответственно, возражать против подобных утверждений не может. В этом плане она напоминает подвергнувшихся насильственной армянизации исторических личностей, которые все поумирали лет 1500 или 200 тому назад, и теперь на все громкие заявления армяноведов вынуждены хранить скромное молчание. Практически то же самое и с собакой. Ты ее покорми вовремя и называй, как твоей душе угодно. Она на все смолчит и только радостно хвостом вильнет. Ты балбес! Я понимаю, что происходило в переполненных национализмом головах армянских аропатриотов. Со всех сторон они слышали. Немецкая овчарка, шотландская овчарка, восточноевропейская овчарка, французский бульдог, русская борзая. Ну как тут не понервничать? Так в их воспаленном сознании и возникла идея исконно армянской собаки. Ну а дальше все пошло и поехало по старой доброй схеме армянских присвоений. Сначала появились их классические исторические обоснования. Я цитирую. Гамбры были распространены по всему армянскому Нагорю еще с доисторических времен. Об этом свидетельствуют наскальные изображения, обнаруженные в различных районах исторической Армении. Около 20% петроглифов представляют собак типа современного гамбра. Далее читателям демонстрируется один из таких петроглифов. Видимо, самый показательный. Здесь, честно говоря, для интерактивности нужно было снабдить петроглиф следующим призывом к читателю. Найди на картинке собаку, если сможешь. Силой своего воображения докажи сам себе, что она армянская, и получи пакетик с собачьим кормом в подарок. Ошейник, луна и в желудке сосиска. После исторических обоснований последовали не менее традиционные мистические отсылки. Я цитирую. Порода собак гамбр считается в Армении национальным брендом и достоянием, исходя из того, что еще среди армянских языческих божеств присутствовали оролезы – собаки. Оролезы в армянской мифологии – это духи, являвшиеся в виде крылатых существ, которые спускались с неба, чтобы воскресить павших в сражениях, зализывая их раны. Если они зализывали раны, то их следовало бы назвать оролизы. Но не в этом суть. А суть в том, что эти собаки, оказывается, не просто так появились на армянской земле, а спустились на нее прямиком с небес, видимо, прямо вслед за прилетевшими с Сириуса армянами. Это самое популярное создание, известное как собака. Идеально! Превратимся в них! Вообще, летающие собаки – это уже что-то, по-моему, из белой горячки. То есть, бывают собаки сутулые, бывают фиолетовые, а эти – летающие. Впрочем, не будем отвлекаться. Интересно, что если сравнить контент, описывающий в интернете овчарок кавказских, анатолийских, среднеазиатских и армянских гампров, текст практически полностью совпадает. Но это армянских аэропатриотов тоже совершенно не смущает. И именно поэтому армянские кинологи в интернете начали размещать сверхаргументированные объяснения того, почему вдруг армянские гампры отделились от других кавказских овчарок, и в частности от кангала. Я цитирую. В советский период, когда стиралось все национальное, эту породу, как говорится, под одну гребенку, занесли в список кавказских овчарок. И только благодаря кропотливой и долгой работе президента кинологического союза Армении Виолетта Габриэлян, гампыр опять занял свое достойное место в списке волкодавов. И не просто волкодавов, а рабочих, многофункциональных собак. Подождите, что значит опять? А когда до этого в истории звучало словосочетание армянских гампыр? Во времена Ноя? Может, он тоже с ковчега высаживался? Однако продолжим цитировать историю несуществующего восстановления армянской собаки в своих правах. Информация собиралась по крупицам. Работа велась и с армянскими пастухами в далеких горных селениях, которые записывают в своих скромных тетрадках родословную питомцев. Интересно было бы взглянуть на такую тетрадь. Наверняка она вся такая пожелтевшая и полуистлевшая от времени и многочисленных передач из поколения в поколение, что называется, от отца к сыну. А на самой первой странице там наверняка написано еще на древнеармянском. И спустился с неба красавец Орлес. И приглянулась ему наша дворняшка, паршивая, но с добрым сердцем. О, наконец настал тот час, когда я здесь и вижу вас. Также в армянском сегменте интернета можно встретить просто огромное количество подробностей того, чем армянский гампер отличается от других собак и, в частности, от кавказских овчарок. Я цитирую. Взгляд умный, властный и серьезный. Строгое и серьезное выражение глаз проявляется даже у щенков в возрасте нескольких недель. В отличие от большинства пород домашних собак, которые неосознанно посвящают себя человеку, гамперы прежде должны поразмышлять об этом. От кавказских овчарок гампер отличается тем, что до сих пор является исключительно многофункциональной рабочей собакой, способной в случае необходимости в одиночку убить не очень крупного кавказского волка. Подождите, а разве другое название кавказской овчарки не кавказский волкодав? Или в данном случае слово волкодав имеет другое значение? Видимо, неармянский волкодав, встретившись с волком, начинает делать ему унизительный массаж, слегка надавливая на волка своими лапами. Ну и, конечно же, как вы сами понимаете, после того, как армянские кинологи объявили о том, что у армян теперь есть своя исконноармянская собака, моментально начался следующий этап. Распальцовка. Обратите внимание на следующие заголовки. Армянский гампер завоевывает мир. Гампер – король всех собак. Армянский символ 2018 года. И прародитель всех собак гампер. Ты заходи, если что. Ну и раз мы начали свой выпуск «Собаки Баскервилли», то я сейчас представлю вашему вниманию цитату армянского Степплтона, президента Кинологического Союза Армении Виолетта Габриэлян, которая, судя по всему, и заварила всю эту кашу. Журналист задает ей вопрос, и она отвечает. Цитирую. Сегодня некоторые специалисты считают самой чистой породой волкодава ирландскую. Это правда? Ответ. Официально заявляю, что ирландский волкодав – это смесь пяти пород, которую произвели на свет в 19 веке. Причем нигде не указывается, из каких конкретно пород была выведена эта собака. Она ни по внешнему виду, ни по характеру, даже отдаленно не напоминает нашего гамбра. Вы поняли? Она официально заявляет. Такое ощущение, что в 19 веке именно она стояла вместе с лучкой пяти пород в Ирландии, внимательно наблюдала, чтобы ничего не упустить. Запутанная история. Если вы думаете, что армянский национализм в плане фауны ограничился только собаками, то вы ошибаетесь. Заглянем в любимую армянскими аэропатриотами в Википедию. Я цитирую. Эндемичные животные. Животные – естественный ареал, у которых преобладает только на территории Армении. Армения – богатейшая эндемиками страна. Здесь насчитывается около 339 эндемичных животных. И далее мы видим конкретный список. Армянская чайка, арменийский муфлон, армянская ящерица, армянская гадюка. Я представил себе, как обалдевший кобра поворачивается к ошалевшей черной мамбе и говорит – сворачиваемся. От словосочетания «армянская гадюка» ничего хорошего ждать не стоит. Сворачиваемся. Армения – это особая сторона. В Красную книгу заносятся животные, растения. То ведь надо понимать, что в мире есть умные люди, которые считают, что в Красную книгу должны быть занесены человеческие цивилизации, армянская цивилизация. А я желаю всем мира и добра. Любите животных и не заморачивайтесь на то, какой национальности их порода. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!